Дневной разворот Три темы, если коротко их перечислить Мы поговорим с представителем Краевического музея, очередная уникальная выставка Там открылась, очень древние экспонаты Представлены, город, администрация Вернее нашего города, очередной конкурс Объявляется для жителей Дабы благоустроить дворы Прилегающие территории Если не ошибаюсь, сумма там В 2 миллиона с чем-то рублей Выделяется, и это не город добрых соседей Не проект поддержки местных инициатив Это еще одна вот такая Бюджетная поддержка, так что будьте внимательны Если хотите послушать И после 13 еще поговорим о возможности Появления в нашем городе Так называемого Дома журналистов На прошлой неделе прошел Медиафорум, Вятка на Семи Холмах На Семи Холмах, вернее, Вятка-2023 Очень высокие гости там приезжали В том числе губернатор Кировской области Присутствовал И в его присутствии было объявлено Об этой возможности Что такое Дом журналистов, для чего он нужен Ну, есть тут опыт, конечно, других городов В Москве, если не ошибаюсь Эта организация называется Центральный дом журналиста, да? Наверное, да Наверняка, да Но для меня все эти организации Попачивают нафталином, поэтому В общем, что это такое Обязательно поговорим Ну, а наша первая тема Давай ее тоже анонсируем Очень интересная Да, мы пытались ее проработать Две, по-моему, недели Но никак она нам не давалась Исторические здания в Кирове Предлагают сдавать в аренду по рублю За квадратный метр На комиссии Давай уточним по рублю Это не просто вот продали и все Это все-таки аренда Это аренда, да Долгосрочная на 49 лет И это годовая плата За один квадратный метр Ну, я думаю, мы подробности-то все Потом расскажем Потому что, по большому счету Подробности-то еще Ну, вот таких вот подробностей Подробностей их еще нет Да, но профильной комиссии Городской думы Насколько я понимаю Департамент муниципальной собственности Представил Предоставил некие расчеты Да, как это будет все происходить Поэтому мы Свяжемся с Юрием Львовичем Шельмензоном Депутатом Кировской городской думы Узнаем у него Поподробнее Как, по крайней мере, сейчас На данном этапе Департамент муниципальной собственности Видит эту схему Не впервые На самом деле Да, конечно Поднимается эта тема Более того, она много раз Предлагалась и со стороны активистов И в плане выкупа зданий Да, за какие-то символические деньги И долгосрочные аренды Ну, сразу поясним, что это форма такая Это, ну, вернее, одна из форм Благодаря которой мы будем Стараться добиваться Сохранности исторических, да Зданий и сооружений Да, то есть важный Сейчас они на балансе муниципалитета А тут идея заключается в том Чтобы, а давайте мы отдадим бизнесу Общественникам Вот по такой низкой ставке Арендные Пусть они сами вкладываются туда Да, это важный момент В ремонт, в реконструкцию Организуют какие-то пространства Не знаю, там, офисные помещения Если это бизнес, да Ресторан, бутик Как это вот, по примеру, той же Москвы делается Отель, бутик Да Ну, в Москве-то, конечно, там отдельная история Тут, почитав несколько статей В российской столице-то прям очередь Из инвесторов стоит на эти исторические здания Особняки Ну, потому что, во-первых, это статус Статус, это центр Это проходное место Очень много людей, посетителей И ты заведомо вкладывая туда немалые деньги Туда цен с входной, понятное дело, стоят не миллионы, не десятки А сотни миллионов рублей Но отбивать эти вложения Ты будешь достаточно в ближайшей перспективе Да, при этом нужно понимать, что многие из этих зданий Выкупаются даже не под какие-то прямые продажи Не под общепит, а под офисы То есть под офисы компании Которые, ну, в принципе Ну, согласись, сложно окупить офис Непосредственно, да Тем не менее, люди, да Из-за статуса Из-за статусности идут на этот шаг То есть я не знаю, сколько там Времени окупается все это дело Да, но тут важно понимать, что Льготная аренда, как и льготная продажа То, что предлагалось ранее Не предполагает, что здание отдали бизнесу И забыли про него То есть это все равно накладывает целый ряд обязательств Да, на нем печать Вот этот штамп объекта культурного наследия Он сохраняется Да, он никуда не девается И если даже продать, то новым владельцам Все равно придется соблюдать эти требования Тут куча контрольно-надзорных органов стоит, да И внимательно наблюдает И мало ли что, сразу эти контролеры, они среагируют Ну что, будем общаться с... Да, Юрий Шлемензон с нами на связи Депутат Кировской городской думы Юрий Львович, добрый день Добрый день Здравствуйте, Юрий Львович Что будет завтра? Завтра ведь, да, будет, собственно, рассматриваться этот вопрос О льготной аренде Объектов культурного наследия Что вам известно? Ну вот мы сейчас об этом конкретно говорим Что вам известно? То есть вы будете заслушивать некий доклад Представителю городадминистрации И получите список непосредственно этих Зданий Объектов Да, объектов Поделитесь, пожалуйста Я список сейчас не воспроизвести по памяти не смогу Но считаю, что эта инициатива очень хорошая Хотя она очень сопряжена с большими сложностями По реконструкции и содержанию таких зданий Конечно Но примеры в Российской Федерации Такого способа сохранения исторических зданий существуют Она работает в других регионах нашей страны Поэтому если это приживется и будет работать в Кирове Это будет прекрасно Мы сохраним одно, два, десять зданий Не знаю, сколько получится Но это очень хороший ход Который позволяет в реальности сохранить Найдутся ли у нас желающие Это еще и большой вопрос А вот это да, действительно очень большой вопрос Потому что все вопросы реконструкции, ремонта Это все лицензируемая деятельность Это сопряжено с определенными регламентами Достаточно сложными, непростыми Затратными еще ко всему У нас есть меценаты, наверное Но вот мы хоть и не специалисты Да, безусловно Но мы отдаем себе отчет в том Что достаточно привлекательно Да, эта ставка, один рубль Но вот с чем в действительности бизнес столкнется Сколько лет, да, эта ставка будет в реальности работать Придя в это здание Да, она будет работать, конечно Я думаю, что Ну, все затраты На реконструкцию и на ремонт таких зданий Они, конечно, очень большие А вот смотрите, Кирилл Львович Нет ли опасности, да, для бизнеса? Да Условно говоря, ты берешь здание в аренду за рубль Приводишь его полностью в порядок То есть у тебя получается... Нет, так можно же сроков говорить 49 лет обычно такие вещи делают Да, конечно Но ведь мы знаем, что у нас бывают случаи Когда сроки договора, муниципальный контракт Все что угодно отыгрывается назад Ну, если за муниципальные нужды здания будет востребовано Значит, все компенсационные затраты производятся Ну, скорее всего, это уже в судебном порядке Потом придется все решать Юрий Львович, да Юрий Львович, не кажется ли вам, что со стороны городских властей Должны последовать еще какие-то действия Дабы повысить привлекательность, да, от их исторических зданий Ну, например, вот нашли инвестора Заключили договор аренды А, например, помочь провести качественное обследование этого здания В том числе за муниципальные деньги Как вам такая идея? Потому что, в первую очередь, все равно придется обследовать Изучать состояние этого объекта Ну, оценка же здания перед сдачей его аренды, она существует Она как обязательная процедура Оценка состояния здания Другие вопросы связаны с коммуникациями Это все перед условиями аренды должно рассматриваться Здесь же больше идет вопрос о том Когда будет проходить реконструкция Или просто ремонт этого здания Здесь проблем выше Крыша, как говорится Сможет ли администрация? В этих вопросах окажется Финансовое содействие Во что я мало верю Это было бы неплохо Но это был бы большой шаг по сохранению Достояния нашего города А на комиссии Департамента муниципальной собственности Как-то Объясняли принцип, по которому составлялся Вот этот список, который готовый Я не участвую этой комиссии Мне удалось на них побывать по этому Не смогу точно доложить о том, что происходило на комиссии Ну, в общем, более подробная информация в любом случае появится завтра Как анонсировано заседание очередной городской думы 29 марта И впоследствии Мэрия обещает опубликовать полный перечень этих объектов Прямо на главной странице сайта Сайта городской администрации Спасибо большое, Юрий Львович Юрий Минзон был с нами на связи Депутат Кировской городской думы Сразу надо предупредить, что мы эту тему Развернули на сегодняшний день Постарались как можно шире У нас впоследствии в ближайшие минуты Будут на связи представители В том числе общественности Елена Кустова, координатор фестиваля Томсуэрфест на Авиатке И Александр Ливанов, координатор движения Красивый и Киров И еще пару комментариев мы записали заранее Потому что наши спикеры не смогли в процессе прямого эфира Сейчас мы предлагаем вам послушать комментарии По этому поводу президента Вятской торгово-промышленной палаты Андрея Усенко Мы записались где-то полчаса назад Андрей Леонидович срочно отправился на совещание В правительство Кировской области Но комментарий получился, на мой взгляд, достаточно информативным и ярким Сейчас его послушаем Картинку нам, Андрей Леонидович, рисует довольно привлекательную Один рубль аренды за один квадратный метр в исторических зданиях в год Но на то он и бизнес, чтобы адекватно оценивать ситуацию И просчитывать все риски Какие риски, на ваш взгляд, ожидают на этом пути бизнес? Ну, бизнес ожидает Я думаю, что саму идею ожидает риск невысокой востребованности Потому что, ведь на самом деле, для бизнеса в данном случае Вот прямо там рубль аренды или больше она была бы Ну, наверное, не самый решающий фактор Потому что, если бы бизнес видел выгоду в том, чтобы участвовать в так или иначе в этих объектах Ну, он бы посчитал, и, может быть, и за среднерыночную цену аренды Это было бы интересно Если мы вынуждены в данном случае говорить о том, что это аренда за рубль То по факту, ну, давайте будем справедливость Ну, будем правде в глаза смотреть, да По факту речь идет о том, что аренда за рубль Это некий формат оформления взаимоотношений Или договоренностей, решений между властью и бизнесом Это уже не экономические прямые взаимоотношения Аренда, там, понятная, да Это формат оформления договоренностей Вот в чем эти договоренности могут состоять? Мы понимаем, что в любом случае для бизнеса это некое обременение То есть содержание, приведение в порядок И, собственно говоря, реконструкция, вложение в этот объект Это все равно обременение И, ну, я считаю, что здесь у нас, ну, может быть, исключительные случаи Когда это обременение бизнес может превратить в выгоду для себя А так это только обременение Мы, ну, там, если говорить о Москве То там, да, там даже место расположения объекта Имеет зачастую огромную роль И сам факт того, что у тебя там, не знаю На Неглиновке где-нибудь там офис Уже тебя правильно позиционирует Или ресторан располагается Да, да, уже там, да Уже само генерирует У нас нет такой ситуации Поэтому я считаю, что Ну, собственно говоря, вот это обременение В виде приведения в порядок Объектов культурного наследия Там, различных, там, исторических зданий Ну, с бизнесом надо вести чуть более широкий диалог Нежели чем просто передача в аренду Здесь совокупность взаимоотношений должна быть там выстроена И... Например? Слушайте, ну... Ну, вот эта идея могла бы быть жизнеспособной при условии каких? Ну, например, при условии, условно говоря, там рассмотрения Не одного объекта, а нескольких, да Чтобы, там, генерируемая одним объектом доходность Перекрывала, там, расходы по этому, да То есть бизнес готов же совокупность факторов рассматривать И непрямую экономическую зависимость Или, условно, там, я не исключаю Это тоже фактор может работать Но с ним надо... Ну, с ним надо работать Это фактор социальной ответственности бизнеса, да Там, 650-летие предстоящее, ребят, давайте, там Ну, не денег в фонд, там, 650-летие дадите А приведите в порядок здание Вот возьмете на себя эту миссию, да Вы росли в этом городе, вы, там, дети ваши растут Давайте, вот, там, ваша компания сделает это здание, там, красивым Отреставрированным, да, и востребованным Но мы должны понимать, что тогда речь идет Вот о такой социальной ответственности А не экономической составляющей, да И здесь, ну, давайте, опять же, правде в глаза посмотрим Наверное, количество таких объектов Не так велико, чтобы нельзя было в точечную по нему Там, отработать и этих интересантов искать Не нужен прям подход, что мы сейчас за аренду за рубль выставим И у нас очередь выстроится Нет, надо будет искать точечные объекты Ну, интересантов на эти объекты Да вообще вы можете себе представить какое-то историческое здание Не знаю, в центре города, в исторической части города Переформатированное, да, во что-то Что это может быть за бизнес, который был бы рентабельным Приносил бы доход своим владельцам реально Я вот не могу себе, честно говоря, представить Ну, еще раз говорю, я думаю, что здесь прямую экономическую там зависимость Искать сложно, да, то есть Это может быть стать, например, офисом группы компаний У которых производственные мощности там расположены в регионе И генерируют прибыль, которая позволяет содержать этот офис Да, ну вот такая как бы композиция, да Это может быть, наверное, какое-то там, не знаю, офисное пространство Опять же, да, там, ну, на грани самоокупаемости Потому что мы понимаем, что большинство этих объектов Это УКНы, у которых очень жесткие условия Эксплуатации, реконструкции, реставрации, содержания Да, там, пластиковые окна поставить там Не можешь, грубо говоря, потому что они не соответствуют историческому облику И масса ограничений, и масса обязательств Поэтому здесь этот механизм необходим Бизнесу, там, у бизнеса должна быть возможность И, собственно говоря, там, он должен знать о том, что он может в этом поучаствовать Но не надо его рассматривать исключительно как благодетельность со стороны власти Что мы вам за рубль отдаем объект Да, берите и рассматривайте Нет, это не так Опять же, там, бизнесу проще найти участок земли Построить современный новый объект Такой, как ты хочешь, чем вкладываться в реконструкцию Тем более с УКНами, где много требований Поэтому здесь вопрос не взаимоотношений, там, арендатор-арендодатель А вопрос взаимоотношений двух заинтересованных в улучшении городской среды И в сохранении этих объектов сторон Получается, что вопрос сохранности исторических объектов у нас, он подвисает на долгие годы вперед Сколько у нас уже не может это сдвинуться, да, все? Да, не сдвинуться может, ну, вернее, не сдвигается давно Потому что, к сожалению, вот этого понимания не было Я надеюсь, что оно изменится Потому что, когда мне присылают письмо Как руководителю торгово-промышленной палаты Что мы планируем сдавать, значит, по одному рублю в аренду исторические здания Предоставьте список тех, кому это может быть интересно Ну, как бы я говорю, что это не так устроено Если вы хотите что-то сдать в аренду Определите, что, на каких условиях, с какими требованиями И давайте открыто там это распространим А не так, что я буду спрашивать Слушайте, кому-нибудь за рубль надо в аренду? Ну да, коммерческим языком выражаете Формируйте грамотное коммерческое предложение Коммерческое предложение, которое мы будем рассматривать Если оно не срабатывает один раз Значит, надо его пересматривать А, к сожалению, у нас многие годы ситуация шла таким образом Что я выполнил свою обязанность Выставил там по рыночной цене в аренду Никто не берет Ну, а я что сделал? Ну, никто не берет У меня же нет задачи действительно его сохранить У меня есть задача Выполнять свои функциональные обязанности Все Надеюсь, что это сильно изменится И позиция губернатора, которую он достаточно жестко Там озвучивал на одном из совещаний Ну, я надеюсь, что она будет трансформирована Потому что, чтобы ответить на ваш изначальный вопрос Надо посмотреть практику других городов Я общался с коллегами из миллионников Где аренда за рубль используется Это везде предмет взаимоотношений И отношений власти и бизнеса И я не говорю про коррупциогенные факторы Но я говорю про то, о чем говорил Где-то социальная ответственность Где-то это социальный объект Это можно отдать под, не знаю, там, объект частной культуры Да Но потом Потом, когда ты его сделал Вот есть такие примеры Там губернатор начинает Ну, условно там В обязательном порядке Водить туда все своих гостей То есть ты сделал музей В центре города Восстановил помещение А губернатор вводит к тебе всех гостей То есть он выступает Лицом этого проекта Вот оно взаимодействие Вот оно взаимная заинтересованность Потому что иначе твой там объект Ну, был бы неизвестен И не окупился бы никогда А так ты хотя бы там Его делаешь туристически привлекательным Поэтому я очень надеюсь Что вот подход будет изменен Не просто выставлено в аренду по рублю А будет диалог с предпринимателями О том, какой из объектов Как можно использовать Вот такой развернутый комментарий По теме предполагаемой сдачи В аренду за символическую платку Исторических зданий В Кирове Андрей Усенко Президент Вятской торгово-промышленной палаты Создает впечатление Что в двух параллельных реальностях Существуют чиновники И представители бизнеса Обременение прозвучало Это ключевое слово Да, и вот еще одну важную вещь Как мне кажется Андрей Леонидович сказал Что просто выставить и сказать Вот мы благодетели Вот рубль и вот аренда Берите недостаточно То есть коммерческое предложение Должно заключаться все же не в этом Елена Кустова с нами на связи Координатор фестиваля Томсуэрфес на Вятке Елена, добрый день Добрый день Добрый день, Елена Оцените, пожалуйста, идею Администрации города Кирова Попытаться сдавать исторические здания В аренду За символическую плату Тем самым, видимо, чиновники надеются Что арендаторы будут складываться В техническое состояние Фасада, кровли и так далее Будут реконструировать, ремонтировать Все это за свой счет С правом превратить это во что-то новое Как вам такая идея? Насколько жизнеспособна она вообще? Дело в том, что вообще говоря Закон, как я помню, принят еще в 2015 году На уровне общероссийском И он поднимался неоднократно у нас В городе Кирове и в Кировской области Но, к сожалению, там какие-то были припозны Которые не давали ему начать жизнь В свое время были разговоры Вроде бы как о бизнесе Насколько ему это будет вообще интересно Или неинтересно Брать на таких условиях И вкладываться в здания Которые, скажем так, уже аварийные Или уже полуразвалившиеся Мы даже в свое время Пару лет назад провели опрос Среди бизнеса и среди НКО Как раз именно с этим вопросом Готовы ли они взять по этой программе Здания, которые находятся в историческом центре Которые уже аварийные И, в принципе, более половины опрашиваемых У нас сказали, да, мы готовы Но вот из тех вопросов Которые их смущали По крайней мере тогда Мы тоже их спрашивали Почему да, почему нет Их смущало, во-первых, два момента Первое Это не вполне прозрачные отношения с администрацией То есть, скажем, да Вот мы берем в аренду А потом администрация возьмет И у нас, скажем, отношение Разорвет договор Вот что тогда нам делать? Ветер поменяет направление, да? В другую сторону погодит Да, потом поменяется Вроде как А мы вложились А какие гарантии того, да Что мы получим это здание в итоге? Здание изъяли для нужд Каких-нибудь муниципалитета потом Вот Кстати говоря, в этом участвовали не только бизнес Но и НКО тоже были готовы в этом активно участвовать Вот А второй вопрос Они говорят А где вообще нужно узнать про это? Потому что Вот сейчас у нас Я насколько знаю Был поставлен вопрос О списке этих домов Которые могли бы Быть сданы Но, кстати говоря Вот мы еще В декабре, по-моему У нас был гражданский форум Этот вопрос поднимали И мы общались С департаментом Муниципальной собственности И этот вопрос тоже задавали Почему Как бы Да, вот у нас Такого списка нет И вот Насколько я знаю Как раз Вот на днях Было принято решение Чтобы такой список составить Но там есть еще одно но Как нам объяснили Тогда на форуме Есть у нас Объекты Культурного наследия Но они выявлены По закону Это могут быть Только лишь дома Которые внесены в реестр А это нужная экспертиза Как вы понимаете Да, это тоже Как бы Нужное время И средства То есть вопрос Вот Кто это будет сделать И за чей счет Вот эти два момента Сейчас надо Как я понимаю Активно решать Чтобы Как раз Эта программа Уже стала рабочей А Елена Смотрите Не было бы Для бизнеса Для НКО Удобнее Вариант С какой-то Покупкой За символическую сумму Потому что Чисто технически Между арендой На 49 лет И покупкой Разницы никакой нет Но правила игры При этом становятся Более стабильными И прозрачными То есть Когда у тебя Здание в собственности Когда ты полноценным владельцем являешься У тебя есть Хоть какие-то гарантии Что у тебя там Через 7-8 лет Его не отнимут Да Дело в том Что мы тоже разговаривали с бизнесом Как бы так уже Глаз на глаз Да И бизнес говорил Да Что им конечно Интереснее купить здание Насколько я знаю Что федеральный закон Предполагал именно аренду Но Шли разговоры О том Чтобы эту программу продлить Карамда И если скажем Бизнес Выполнит свои условия Он отремонтировал Рассмотреть вопрос О передаче Именно в дальнейшем Уже Это здание Им как в собственность Здесь вот Конечно Этот вопрос Сейчас подвижен Потому что Нету Как понимают Федерального закона Который бы Это смог бы сделать Можно ли это принять На местном уровне Это тоже другой вопрос Есть ли положительные примеры Возможно Вы знаете Действия подобных программ В других регионах В других регионах Безусловно Это есть Одним из первых Кто начал эту программу Это был как ни странно Сибирский город Томск Там очень большое Осталось Деревянное наследие И эта программа Она по крайней мере За эти годы Дала свои итоги То есть на самом деле Бизнес берет И вкладывается И делает это хорошо Но вот наверное Самый интересный опыт Именно в плане Не отдельных домов А такого комплексного подхода К этой проблеме На мой взгляд Это наверное Нижний Новгород Они создали Такую организацию Называется Осирис Как раз Именно с какой целью Вот дело в том Чтобы как раз Бизнесу идти Надо идти с чем-то То есть не просто там Да вот у нас есть дом Возьми этот дом Они что делают Они во-первых Разрабатывают Комплексную программу Развитие Я прошу прощения Перебью У нас сейчас реклама Автоматом запустится Можем Нижний Новгород Рассказать после рекламы Побудьте пожалуйста с нами Да Побудьте с нами Не кладите труппу Реклама Дневной разворот Продолжаем Говорим Да уже ясно О чем говорим Давай сразу возвращать Елена Кустова Да с нами на связи Координатор фестиваля Суэрфест на вятке Елена еще раз Здравствуйте Еще раз здравствуйте Продолжаем Да про Нижний Новгород Межгородскому опыту Да все верно Пара минут у нас есть Да значит Очень кратко Что сделали они Они разработали У них есть концепция Именно развития кварталов То есть каждый квартал Имеет свое лицо И дома которые там есть Уже такие Кажем аварийные Да Они предполагают То есть делать Инвестиционный паспорт Уже не просто там С тех данными Да с паспортами Со всеми Со всеми Документация Которая необходима Кстати они тоже ищут Это место бизнеса То есть сами Продолжаем бизнес Уже полный пакет документов Но они предлагают Его назначение То есть Кормда У них это центр Он как раз Ориентирован на развитие Туризма И каждый дом Вписывается в эту Общую концепцию Кормда Что там будет Какой-нибудь там Кафе Какой-нибудь там Гостиница Не важно что Но это все Как бы завязано На какую-то идею И они создают Из этих кварталов Именно очень интересное Культурное пространство То есть Идея не просто там Отдать дом Чтобы его как-то Кто-то отремонтировал А о том Чтобы это пространство Жило Именно Наполнялось Историческим содержанием И привлекало Туризм То есть Это не точечное Какое-то Изъятие объекта УКН И передача его Бизнесу А именно Какое-то Массовое На мой взгляд Дальнейшее участие Это сопровождение Понятно Спасибо большое Елена Спасибо Благодарим Елена Кустова Координатор фестиваля Tom Sawyer Fest На Вятке У нас остается 7 минут До завершения первого часа разворота И безусловно Мы не могли Обойтись без технической стороны вопроса Ну вот смотрите Дай бог появится арендатор Войдет он в это историческое здание Вдохнет в себя этот вековой запах Осмотрится и поймет Ой-ой-ой-ой-ой-ой А что с этим совсем делать С чего начинать реконструкцию Самое интересное Что Вот то что делать Делать можно далеко не всем Да допуски определенные То есть нельзя просто по объявлению Позвонить И какого-нибудь Ивана Михайловича пригласить Сделать ремонт Да вот все эти вопросы Технического строительного плана Мы Вернее я задал Павлу Рылову Это руководитель Кировской экспертно-строительной организации Мы тоже заранее с Павлом пообщались И сейчас услышим Его комментарии По поводу того Насколько трудоемко Вообще Заезжать в исторические здания И Организовывать там что-то новое Современное Пожалуйста По поводу того Если человек берет Историческое здание Какие усилия Нужно приложить К тому Чтобы оценить Вообще состояние Этого объекта Насколько оно жизнеспособно Что там можно делать Нельзя делать Ну если мы рассматриваем Значит объект Культурного наследия Да То в принципе В рамках обследования У нас есть Нормативно-техническая документация Которая регламентирует Как раз порядок Обследования Что конкретно нужно сделать Какие конструкции Как осматриваются Да Если вот мне память не изменяет Это у нас есть ГОСТ 555-67 Насколько процедура сложнее По сравнению С современными зданиями На которых нет Вот этого штампа На самом деле Сложности здесь Несколько Да Вот я вижу Сложность первая Это Чтобы понять Вообще Что за культурный объект Какие там конструктивы Какие Есть нюансы Нужно провести Ну так называемые Инженерное изыскание В области Культурного наследия Да То есть Поработать с архивом Когда это здание построено Кто был архитектором Какие там Использовались Конструкции Какие есть нюансы Изучить специфику Строительства Да Вот этих вот Культурных Объектов То есть Например Один архитектор Использует Там Определенный вид Конструкции Другой архитектор Тоже Использует Определенный вид Конструкции То есть Вот исходя Из этой Вот Исторической Справки Мы можем Уже конкретно Точно знать Что и где Как построено В этом здании То есть Достаточно Такие Здания Которые построены Там В 18 17 Веках Да То есть Там есть Определенная Специфика Именно Конструкции Ну Тут еще Сложность Может заключаться Видимо В том Что не Удастся Найти Эту Документацию Может быть Она вообще В принципе Отсутствует В архивах Да Здесь я согласен Поэтому Здесь максимальная Работа с архивом Если есть Какая-то Возможность Это найти И соответственно Изучить Это будет Огромным плюсом Второй момент Исторические здания Максимально Надо исследовать Щадящими методами То есть Это не разрушающие Виды Значит Исследования Максимально Исключать Вскрытие Если это возможно То есть Использовать Какие-то Современные Технологии Это же 3D сканирование Оборудование Которое Просвечивает Условно говоря Стены И так далее Если это Невозможно То конечно После разрешения На вскрытие Конструкции Мы Вскрываем Эти конструкции И смотрим Конкретику Что где Опирается И какие узлы Использовались То есть Это тоже Определенная Сложность Есть Здесь Больше вопрос Именно в согласовании Этих Вскрытий И программы Работ по обследованию Согласовании С контрольно-надзорными Органами Которые отвечают Да То есть Это комитет По контролю Использованию Охрана памятников Историй Насколько вообще Дорогостоящие Эти работы Насколько порядок Цен выше По сравнению С современными Зданиями На самом деле Все зависит От типа здания Но примерно Разброс есть Где здания В принципе Укладываемся В эту сумму Как и обычно Гражданские здания Да А есть В зависимости Если этого Делается Обследование Предпроектное То соответственно Там идет Очень много Согласований И дополнительно Если в составе Проекта Есть альбом Обследование Здания То там Необходима Лицензия Минкульта Она стоит Достаточно Определенных Денег И соответственно Должны выполняться Специалистами В области Архитектуры И наследия Да С опытом Не менее Трех лет Соответственно Здесь затратник Он повышается И стоимость Услуги По обследованию Она тоже возрастает Ну процентов Так скажем От 30 До 2 Раз Вполне реально Может вырастить Ну и видимо Надо понимать Что в историческом здании Могут быть Так называемые Сюрпризы То есть Когда ты детальное Обследование проводишь Или до вскрытия Дело доходит Могут возникнуть Такие проблемы Которые На конструктив Очень серьезно Влияют И там придется Какие-то дополнительные Методы вырабатывать Приведения в порядок Да Я о чем и говорю Что вот Максимально стараться Поработать с архивом Выяснить вообще Так скажем Создатели этого здания Да И посмотреть Какие конструктивы Возможно Были там использованы Если этой возможности нет То да Там сюрпризов Может быть много Раньше Достаточно интересно Строили И использовали Материалы Определенного Так скажем Качества Которые Далеко сейчас Не такие Современные Как были Которые у нас сейчас имеются Да Которые у нас И 50 лет Не могут простоять Вот А исторические здания Стоят по 100-200 И более лет Поэтому здесь Мы Все делаем аккуратно Все делаем Как говорится Анализируя Всю вот эту Расчетную схему Все эти конструктивы И иногда Приходится подключать Достаточно Так скажем Весомые мозги В виде профессоров Либо каких-то Докторов наук Чтобы именно Посмотреть И проанализировать Те конструктивы Которые использовались В данном конкретном случае У каждого Исторического здания Есть свой Архитектор Свой Как говорится Создатель И Каждый архитектор Имел какую-то Свою фишку Поэтому Использование Определенных Конструктивов Присуще Именно Каждому из них И если мы Поднимем Историческую справку Либо найдем Какой-то архив Это будет Огромным плюсом И поможет нам В дальнейшем Исследовании Этого объекта Дальше мы Уже можем Говорить о том Что Именно этот Архитектор Применял Определенный Тип конструкции Вот этот Другой Тип конструкции Если таких Данных Мы не находим То Соответственно Мы начинаем Уже Работать Над Самим Зданием И Максимально Его исследовать В плане Конструктива Щадящими Способами Если Если Это Невозможно То Согласовываем Определенные Места Вскрытия Чтобы Уточнить Конструктив И Максимально Исключить Потерю Значимых Элементов Этого Здания Поэтому Сложность Именно В этом То То есть К зданиям Культурного Назначения Нужно Максимально Осторожно Аккуратно Относиться Если Мы берем Гражданские Здания То там Типовое Все Практически Типовое И Есть много Технологических Карт Нормативной Документации И в принципе Мы уже Можем Понимать О чем Идет Речь И как Это Здание Надо Будет Обследовать Что Не скажешь Именно Про Исторические Здания Не говоря Уже о том Что необходимо Будет Проводить Согласование С соответствующими Органами И иметь Лицензию Минкульта В случае Проектирования И реставрации Данного здания Она Достаточно Хороших Так скажем Денег стоит А самое главное Нужны специалисты В этой области Экспертная оценка Павла Рылова Руководителя Кировской Экспертно-строительной Организации Не просто Делаем вывод Работает С историческими Зданиями С объектами Культурного наследия Мы продолжим Эту тему Уже после Большого блока Наших передач После 13.05 И еще один спикер У нас будет на связи Затем уже будем Переходить к другой теме Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова